Верхоянские перевозчики ведут доставку ресурсов для жизнеобеспечения Улуса. Грузовики преодолевают расстояние от Батагая до перевалочной базы Усть-Куйга и обратно. 800 километров ежедневно. Там сегодня запас угля в котельных составляет более 20 суток. Тему продолжит Альбина Павлова. Несмотря на месяц позже открытый автозимник Батагай-Усть-Куйга, перевозчики Верхоянского района уже завезли более 20 тысяч тонн угля, что составляет 50% от запланированного объема груза. До конца автозимника предстоит еще завезти 55 тысяч тонн угля из светлых нефтепродуктов из поселка Нижнеянск. На сегодня на линии работает порядка 180 единиц техники. Сегодня завезли мы 20 тысяч тонн. И на этой неделе мы заканчиваем уголь в Усть-Куйге. Мы начинаем завоз из поселка Нижнеянск. Кроме этого, нам необходимо завезти в адрес Эвенопатантайского улуса ГУБЖКХ 5 тысяч сурой нефти. Поставка угля производится на угольный склад, который мы с системой являемся и местом встречи всех участников автозимника. Ежедневный завоз угля контролируется не только руководством Улуса и филиалом ГУБЖКХ. Прием и отправку груза до места назначения обеспечивают операторы угольного склада жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас на данный момент в работе по перевозке угля из Куйги 186 машин. В день прибывает от 35 до 70 машин с углем. Самый активный завоз угля начался с 11 февраля. Это уже было ощутимо. Больше тысячи тонн угля привозят в сутки. На данный момент на угольный склад завезено угля из Куйги 18 826 тонн. Далее весь завезенный уголь из склада по заявкам распределяется по 14 котельным населенных пунктов Арктического района. Бесперебойную доставку угля на слега обеспечивают опытные в этом деле индивидуальные предприниматели по перевозкам. В настоящее время в котельных запас угля составляет на 20 и более суток. Ежедневно сейчас где-то 60-40 машин ежедневно прибывает. И это 1100-1800 тонн ежедневно. Даже без выходных. Вот оператору на пирсе у нас работает с 8 до 8 утра. Без выходных, без праздничных. Но завоз уже интенсивно в темпе идет. Альбина Павлова, НБКСХ, Батагай.